Любое общение с уже состоявшимися известными артистами для начинающих актеров – бесценный опыт. Такую возможность сегодня получили иркутские студенты. Подробности прямо сейчас. Сегодня я здесь, в театральном училище. Вот там, в будке, я ночевал на четвертом курсе. С первых слов настроить аудиторию на свой лад талант настоящего артиста. Наш земляк Владимир Капустин как раз из таких. Один из героев популярных сериалов «Штрафбат», «Завещание Ленина», кинохита «Аритмия» приехал в Иркутск. Лекция в театральном училище носит прикладной характер. Ведь главное, чем может поделиться артист с будущим артистом – опытом. Многие из вас попытаются счастья еще в Москве. И это правильно. Давайте сибиряки, надо обязательно в Москве пытаться счастье. Сибиряков должно много быть в Москве, актеров хороших. Владимир лично прошел путь актера из провинции. Уроженец Ангарска переехал в Москву в середине 90-х. Но связи с родным краем заслуженный артист России не потерял. Хотя уже, конечно, в Москве давно живу больше, чем в Сибири. Но тем не менее, да, я, конечно, считаю себя сибиряком. Да, конечно, корни мои здесь. Вот, я горжусь тем, что я учился в театральном училище. И это, вы знаете, думаю, даже это как-то влияет все-таки на судьбу. То, что вот именно сибиряк. Ну, по крайней мере, в институте я помню, что это всегда было престижно. В Иркутск Владимир приехал не только, чтобы поддержать будущих коллег по цеху. Завтра стартуют съемки короткометражного художественного фильма. С ним в главной роли. У картины с рабочим названием. О нашей маме, мы можем говорить без конца, есть все шансы стать важной главой в истории регионального кино. Был у нас Дримкаст. Дримкаст – это список актеров, которые наиболее подходящие по типажу, для главной роли. И в Дримкасте Володя Капустин стоял на первом месте. И так получилось, что остальные актеры, они оказались менее, скажем так, коммуницируемы. Когда обратились к Володе, он сразу начал легкое общение. Легким общением запомнится и студентам встреча с известным артистом. А от количества вопросов были сорваны все временные лимиты. Что еще раз подтверждает, искусство в Сибири живет, а процветание – дело времени. Павел Жолодев, Виталий Перетолчин, новости по будням.